И всем привет, ребят! С Мастер Байкейсю записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня вместе с вами мы обсудим одну очень важную тему в нашей игре, которая вытекает из текущего танкафанда, из текущего матчмейкинга, исходя из того, что я лично сам вижу, что происходит в нашей игре. Хотел бы обсудить эту тему с вами, хотел бы услышать вашу точку зрения по этому поводу, ну и также ответить на вопросы, которые, возможно, появляются у ребят. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, ну если вам, в принципе, нравятся видеоролики разговорного формата. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, поддерживать видос, ну и участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас уже говорили в аккаунте, кстати, личный текст ТМП. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Что же касаемо сегодняшней темы, то я сегодня хотел обсудить историю онлайна нашей игры. Что с онлайном, в принципе, происходит на сегодняшний момент времени. Почему мы испытываем проблемы и в упадке с точки зрения танка Фонда. Ну и что вообще, в принципе, происходит с нашей игрой. Ни для кого не секрет, что прямо сейчас, по моим личным ощущениям, по моему личному видению, онлайн в игре падает. И не знаю, какие цифры он именно имеет, но мое ощущение где-то около пяти тысяч. Около пяти тысяч средний онлайн сейчас в нашей игре. Это, я могу сказать, исходя из матчмейкинга, исходя из танка Фонда и исходя из того, что пишут ребята, да и вообще какой онлайн вообще есть на ютубе, какой онлайн есть в игре. Это тоже вот прямая связь, можно так сказать, всегда есть. Да, то есть от онлайна на стримах, от просмотров на видеороликах можно тоже отталкиваться, какой есть онлайн на сегодняшний момент времени в игре. И я лично вижу ситуацию так, то что онлайн у нас реально сейчас падает. Из-за этого у нас, например, не растет так сильно танка Фонда, потому что если бы онлайн в игре был бы значительно больше, то и танка Фонда рос бы значительно лучше. У нас большое количество мобильных игроков не играет сейчас в игру, либо же в принципе перестало играть в игру в связи с новыми обновлениями, с тем, что там мобильная версия поменялась и стала значительно сложнее и неприятнее для многих игроков. То есть это тоже повлияло на онлайн. И вчера вот лично на стрим заходил подписчик, говорил о том, что он всю жизнь свою играл на телефоне, да, то есть вот как телефонная версия вышла, и играл до тех пор, пока не вышло новое обновление, и с этим новым обновлением он не может играть. Да, то есть он из-за этого обновления, грубо говоря, перестал играть в игру. То есть это тоже фактор, который влияет на онлайн в игре. И это тоже минусовая темка. Какие у нас могут быть позитивные изменения в этом ключе, да, что могут сделать разработчики, что повлияет на онлайн, что, можно так сказать, оживит игру на сегодняшний момент времени. Первое это, конечно, там, вы скажете, там, реклама, надо рекламить игру, надо вот добавлять что-то новое там в эту игру, и тогда онлайн будет расти. Я скажу, что онлайн в игре в первую очередь строится не от рекламы, а от того, что происходит в самой игре, да. То есть в моем понимании на сегодняшний момент времени очень большое количество ивентов повторяется. То есть все становится циклично, и все становится однообразно. То есть я, если вот просто беру себя, я захожу в игру на полтора-два часа ежедневно, не считая видеоролики, да, видеоролики мы не считаем, то, что я там запикиваюсь в катке, записываю видосы. А вот именно вот, если брать мою игру на стримах, то есть я играю там полтора-два часа, а бывает два с половиной часа. Что я делаю? Я играю в дефолтный матчмейкинг, который всегда практически одинаковый, и выполняю задания. То есть все, каждый день повторяется одно и то же. Ничего нового не происходит. Я не участвую в каких-то новых ивентах, которых не было до этого. Я не участвую в каких-то новых дополнительных темках, потому что все повторяется, да. Я даже сейчас не говорю про киберспорт, который у нас тоже повторяется. То есть, по сути, у нас идет однообразие. И для того, чтобы рос у нас онлайн в игре, в моем понимании, должны появляться новые новшества. Больше новых разных движух, которые будут привлекать заходить игроков в игру чаще и чаще. Чем чаще они будут заходить, тем больше у них будет мотивации. Тут надо работу провести. И с теми забытыми старыми клановыми миссиями, да, которые обещали. Контракты, которые должны были появиться. Новые ивенты, которые можно всегда придумать. Доработать и обновить новые челленджи. Сделать они однообразные, дефолтные челленджи, которые появляются изо дня в день одинаковые, да. То есть, много чего можно придумать уйму всяких интересных движух, которые будут привлекать людей заново заходить в игру, которые, может быть, играли и перестали играть. Либо же просто, в принципе, новую аудиторию, которые будут заинтересованы в новых вот этих вот всяких темках, да. Это вот лично то, что я вижу сам на сегодняшний момент времени, что может повлиять на ситуацию. Ну, а так, в моем понимании, сейчас ситуация критична. Просто критична. Просто критична, да. То есть, я, честно, даже в моменте, ну, немножко тильтую, да. От того, что я вижу и от того, что происходит вокруг нашей игры на сегодняшний момент времени. Так. Хотелось бы верить, что не все так грустно, как мне кажется. И у игры есть светлое будущее. И то, что у нас выйдет много новых новшеств. И то, что все стабилизируется онлайн, там вырастет и у нас будет игра процветать. Но пока что я вижу то, что вижу. То, что говорю, то, в принципе, и вижу. Ну, и самое, наверное, вот такое, что падает на сегодняшний момент времени мне лично в глаза. Это то, что даже танкофонд, который в моем понимании за последнее время является лучшим просто танкофондом. Лучшим. Вот, то есть, ну, вот ты заходишь в него, ты видишь супер призы в конце цепочки. Понимаешь, что это 30, всего лишь 30 миллионов, когда раньше танкофонды набирали по 50, по 60 лямчиков. И тут ты видишь просто супер цепочки. Возможность в 3-4 кратно окупить этот танкофонд. И видишь то, что он не растет, и понимаешь, насколько это все-таки прискорбно и грустно, вот это все видеть и осознавать. Вот такая вот реальная ситуация. Пишите, что вы думаете по поводу онлайна. Что с ним происходит. Что происходит в принципе с нашей игрой. Что нужно сделать, чтобы наша игра не умирала, а наоборот набирала обороты. Пишите все свои мысли. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Поддержите видео и лайк. Ну и, наверное, это все. Все, что я хотел сказать, я сказал. Участвуйте в розыгрыше. Буквально уже через неделю его итоги. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.